Ну вы уже поняли, смотрите на мою рожу довольную Короче, все Мы купили нам машину Все, вот Камила довольная Страшно Вот такая красотка, просто класс Toyota Matrix Сейчас все расскажу В общем, довольны мы Неимоверно, мы, конечно, на ней еще не ездили Совсем, но Ребята, нам Спасибо большое Стасу, который нам помогал Здесь это харьковчанин Мы с ним познакомились, это одно из первых наших знакомств было И он очень прямо Советовал все, подсказывал Все как надо, шаг за шагом И сказал нам Мне позвонил ватсап, поэтому Видео прервалось предыдущее Так вот, про Стасу, он сказал буквально следующее Пару дней назад, типа, вы не спешите Вы не беспокойтесь, все нормально Свою машину вы найдете Ну и, по-моему, мы ее уже нашли Первый раз На своей машине Так выставишь сначала А, здесь же ядроосилитель Жень, ты на парковке стоишь На что? На ДИ Нажал Нажал Нажать кнопочку Нижнюю или нет? Нет, верхнюю И на ДИ На тормоз поставь Так ты на нейтралку выставила Ну ты на ДИ поставь Посмотри, что нет никого сбоку Да, сама поехала Неплохо Это взяла мы и права? Да Оу, резко Так, назад как? Реверс Где мне развернуться? Да, вот туда надо было аж заехать и развернуться Ну теперь туда к ним заезжай Давай, крути Уже крутить? Да Крути, крути, крути Сильнее 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 Выравнивай, выравнивай, выравнивай Нормально, да Да, ну честно говоря, да Легко Ну пока мне непривычно 25 нельзя превышать здесь Но катится отлично Вроде Судя по моему богатому опыту Мы сейчас приехали Немножко пропылесосить машинку В принципе она была в отличном состоянии Все с ней было хорошо Покажу Ну в любом случае Получили Надо ее привести, так сказать Состояние идеальное Чтобы ездить в ней было хорошо Итак, мы ее пропылесосили Два раза пришлось загрузить по 75 центов Доллар 50 Но зато теперь все чистенько Хорошо Отлично Единственное, что Видите, какая погода Сейчас Там вон кто-то, конечно, смелый Моет машину Вот, ну я не знаю Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья Всем привет Как и обещали Добрались до того Чтобы показать вам Поделиться с вами Нашей покупкой Ни на какую объективность Я не претендую Ничего сверх Какого-то нового Я не скажу Я расскажу исключительно То, с чем столкнулись мы Никогда у меня До этого машины не было У Камилы тоже не было машины Своей собственной Нашей Ну вот И поэтому Первый раз мы покупали Ничего по специфике По каким-то спецификациям машины Я в них не разбираюсь Ничего не расскажу Из того, что только прочитал в интернете Смогу с вами поделиться Мы собирались купить машину В первый месяц Но в первый месяц Как-то мы жили в таком месте Где машина нам не понадобилась Вот Когда мы переехали в то место Где с транспортом похуже То сразу стало слишком тяжело И мы решили, что машина нужна Единственное к ней требование было С самого начала Еще до переезда нашего Это чтобы машина ездила Мы себе поставили условия Чтобы не обращать внимание На ее внешний вид То есть Если побитая где-то Если там старая Если помятая после аварии Там ну ездит Какая модель Хэтчбэк или седан Нас это мало волновало Мы понимали, что у нас был ограниченный бюджет Мы вставили бюджет себе До 2000 долларов Чтобы машина обошлась И когда я просматривал Крэйглис, находясь еще в Украине Я понимал, что примерно Что-то такое непонятное За эти деньги можно взять Но ездить оно будет И каких-то постоянных ремонтов Обслуживания оно в первое время По крайней мере требовать не будет А значит нам годится И так мы и начали искать машину Ориентируясь на вот эти требования Я выставлял от 1000 до 2000 долларов И просматривал, просматривал, просматривал Варианты, какие только вы Скажу сразу Тот вариант, который мы в итоге купили Превзошел просто все наши ожидания Потому что мы вообще даже близко не рассчитывали Что будет такого плана у нас машина По итогу машина, которую мы купили Я впервые ее увидел вот здесь Я не знал в принципе о том, что такая машина есть Это Toyota Matrix Wagon Sport 4D Кажется правильно все сказал Отличается она тем, что на ней есть Вот этот вот дополнительный обвес То есть спереди и сбоку Сейчас покажу Какие на ней есть внешние повреждения Ну я не знаю Если изначально ориентироваться на те требования Которые у нас были к машине И считать вот это за повреждения То для нас это так Мелочь, мелочь Это совершенно не считается Ну покажу сейчас подробнее Что ж, из повреждений Значит смотрите Нам сказали, что во-первых Эта машина была у одной семьи все это время С самого начала То есть была владелица типа как бабушка Потом отдала вот своему сыну Вот сын отдал жене И как бы и сын на брат получается стукнул ее где-то Вот То есть должно быть все вот так вот красивенько Ну немножко пошло царапинками, трещинками Здесь то же самое То есть видно, что куда-то бортанулся Но из-за того, что это типа спортивная модель Как бы у нее достаточно Ну у обычной модели вот этих вот нижних штук нету Как они, бамперы нижние Также небольшие есть вмятины на крыше Как вы знаете погода в Техасе обманчивая И был вот такой сильный град и побил крыши Есть, ну это только с одной стороны, кстати Ну коррозия какая-то Да, ну на качество машины езды не влияет абсолютно Вот тут, конечно, ручки немножко чисто вот поцарапаны Из-за того, что машина стуки 2004 года Небольшой скол краски Здесь краска какая-то вот буквально прошло То есть какие-то... Ну в общем, скажем так Если ты идешь к дилеру в салон И выбираешь себе машину, которая стоит несколько тысяч долларов Тогда да, тогда на вот эти вещи, наверное, стоит обратить внимание Ну о цене попозже чуть-чуть Машина переднеприводная Поэтому важно обращать внимание на состояние, ну вообще в принципе резины И в переднем приводе тоже То есть тут видно, что чуть-чуть подстертое Вот, сзади гораздо лучше колеса То есть тут практически новое В принципе, когда ты объявления любые читаешь Основные вещи, на которые обращается внимание Это состояние резины Потому что ездят много Километражи большие, расстояние большие Резина часто стирается И... Что второе? Кондиционер И кондиционер, да Потому что из-за большой жары Которая здесь стоит где-то 2-3 месяца в году Это очень важно Они тут часто пишут во длине, что они поломаны В общем, какие-то требуют ремонта И за это снижают цену За это снижают цену, да То есть шины и кондиционер Еще одно небольшое, ну типа повреждение Это скол здесь И вот эти штуки, это как протекция То есть, я не знаю, может оно что-то и склеивает На самом деле это с двух сторон такое есть И опять же, ни на качество езды, ни на общее состояние В принципе, оно особо не влияло Вот мы проверили тоже все резиночки Во всех дверях Здесь Вот, как вы видите Все идеально То есть, ничего не поизносилось Что касается капота Опять же, из меня такой знаток Из меня такой механик То есть, что я человек, который никогда в жизни Толком и машину-то не водил Вот И тем более, не заглядывал под капот Но что я могу? Я могу только пойти на YouTube Я могу почитать, что пишут на форумах Про ту или иную модель Ну и в общем То есть, каким образом мне Осматривать машину На вторичном рынке, когда покупаешь Ну вот, вот так вот мы осматривали Вот так вот я открыл просто капот Мы поспрашивали у знакомых Спасибо Стасу опять Который нам, то есть, некоторые советы дал Подсказал Ну вот Ну вот здесь вот что-то Жижненькое есть Я не знаю Это масло Это масло, да Ну то есть, может оно откуда-то подтекает Может Я точно сказать этого не могу Да, мотор работает Вот это единственное масло мы откручивали Когда мотор работал Пар отсюда никакой Ну, отсюда не идет Ни бульбашек, ни пара Да, здесь бульбашек не было Отсюда не идет Не паровозит мотор Это тоже я такой вычитал термин Да, паровозит Ну вот Ну то есть, внешне из таких вещей На которые я вот смотрю Как такой самый обычный обыватель Все чистенько, хорошо Работает двигатель Вот Ну что я еще могу На звук обратить внимание Звук нормальный Ну то есть, он не дребезжит Ничего Ни при езде Ни при Там моменте, когда заводишься Ну то есть, все чисто нормально Да, кстати Тут такой момент Тут фары Если видно Ну видно Они немножко Как будто бы запотевшие Ну или вот Как в тумане В таком небольшом Это вообще тут нормально Я не знаю Не выясняли мы еще С чем это связано Ну может это не нормально Ну по крайней мере Это очень частая вещь Да, с которой мы встречаемся У нас есть как бы два типа багажника Открывания То есть это Вот этот вот Да, кстати Единственное, что тут видно Немножко по износилие С рейки Поэтому он держится О, ребята Вот он и держится Не держался Не держался Да, не знаю Чем это И надолго ли мы тоже не знаем Но по крайней мере вот да Я думаю, что это удобно Чтобы не открывать целую крышку Если нужно быстренько что-то достать Буквально Есть кнопка на ключе Для этого багажника Есть кнопка в машине внутри То есть достал Большой вместительный Вот Что нам очень нравится Потому что нам еще предстоит Я думаю Ну раза три не меньше Переезжать только по Остину Не говоря о том Что вдруг мы вообще Куда-то в другой штат занесемся Вот По багажнику тоже Рекомендуют смотреть что Чтобы не было Что очень важно Я добавлю Пока ты открываешь Очень чисто Вот мы открыли А знаете Оно даже Оно даже пахнет новизной Ну да Вот это все Такое ощущение Я не знаю Вот оно Наверное тоже с 2004 года Здесь Вот здесь запаска Как кстати Мы здесь Забыли поочистить Но тем не менее То есть Нет никаких следов ржавчины Ничего То есть Абсолютно все Все чистенько И родненько Сеточки вот эти Даже на багажнике Может быть их меняли Да нет Это родные Но они выглядят Серьезно Как будто это машина 2017 года Ребята Ну Все просто Очень чисто Ну то есть О чем я говорил вначале О чем я может быть отдельно Еще расскажу На что смотреть При покупке машины Еще смотрите на хозяев Потому что Да Ладно Я потом об этом Отдельно расскажу Да Да Также тут Есть Дополнительные Да Кнопочки То есть Автоматические Открывания Закрывания Окон На все 4 двери Блокировка В смысле Автоматическая Ну в смысле Нажимаешь А не Ручка Не механическая Да Электронная Да Есть кстати Тут даже Круиз-контроль Вот Ну Хозяйка Предыдущая Сказала Что нам Не пользовалась Поэтому Может мы тоже Не будем пользоваться Кстати У нас есть люк Да У нас есть люк Вот такой Он Это Очень Клевый Бонус И Можно Вот так Его открывать На проветривание А можно Его открывать Вот так Автоматическая Коробка Передач И постоянно То есть Нужно Остановился Остановился Куча стопов Ну вот Круговых Развязок То есть И На механическую Коробку Как бы я не любила Но здесь Ее очень Иррационально Брать Я бы добавил Еще что Даже дело Не в куче Стопов И развязок А дело В том Что здесь Постоянные Пробки Даже На шоссе Да И Постоянно Находясь В пробке На ручной Коробке Короче Ну это просто Очень быстро Надоест Также тут Хорошая Очень акустическая Система Ну как хорошая То есть Она-то старенькая Вот Ну навалить звук Можно Ну как Она старенькая Я смотрел Просто стандартную Комплектацию Которая идет В этой машине И Да Она полностью Ну наверное Все знают В принципе Какая Плюс-минус По умолчанию Есть акустическая Система В общем Здесь Установлена Новая Здесь Ну естественно Прикуриватель И Вот Розеточка Есть И здесь Кстати Вот Руководство Оригинальное Все Четко С документами Хозяева Вроде бы Как тоже Вели Учет Ремонта Ну по крайней мере У нас есть Такие Какие-то бумажки Вот Без которых Не пройдешь Если у тебя плохо Машина ездит То есть Ты не пройдешь Техосмотр Вот Техосмотр У нас пройден Что тоже Очень классно До Второго Второго Февраля Ой до Февраля До второго месяца Девятнадцатого года Когда они продавали машину Они сказали Что у них Последний осмотр Был Получается Ну в марте Наверное Восемнадцатого года И с того момента Они проехали Только пятьсот миль Предыдущий техосмотр Который был сделан В семнадцатом году Было проехано Пять тысяч миль По-моему Всего лишь То есть За два года На машине Проехали Пять тысяч миль Вот это Единственное Кстати Тоже Нету Пластмассочки Ну Да Некоторые вещи Мы даже При осмотре Сразу не заметили Потому что Ну действительно Смотрели Нас интересовало Немножко не то Мы Смотрели на то Чтобы Машина Хорошо ездила Вот Все ремни безопасности Все В общем-то Работает Ездит Тут есть Подстаканничек Для пассажиров Что очень-то Удобно Вот Коврики Все Оригинальные Ну я же говорю Ну не было У меня никогда Машины Я вообще Ни хера Не понимаю Даже как Вытащить Сидушку И вот Пожалуйста Машина Реально Превращается Просто В самолет Сюда Я не знаю Что здесь Можно возить Здесь Машина Просто Гигантская С ее Размерами Вставляй Назад Объем двигателя У нее 1,8 литров И Ест она Примерно 27-30 В общем Ребята Примерно Проезжает 27-30 Миль За 1 Галлон Я Здесь Вот Вставлю Где-нибудь Видео Сколько Это Литров На километрах Бензина На 100 Километрах Пробег У машины Когда мы Ее покупали На момент Был 235 тысяч 90 Да Что-то Такое То есть 235 тысяч Миль Меня Эта цифра Честно говоря Очень Пугала Просто Невероятно Пугала Потому что Здесь Возраст Машины Измеряется На самом деле Не тем Когда она Была Выпущена В 2004 Может Хоть В 1994 Она может Быть сделана В 2010 Году И проехать Легкую 500 тысяч Миль И уже Быть просто Разваленной Либо наоборот Если за ней Хорошо следили Она может Быть В отличном Состоянии Ничего С ней не будет Все зависит От того Как за ней Ухаживают Как за ней Следят Самое Самое Главное Что интересует Всех Да Просили За эту Машину 2500 Долларов Купили Мы Эту машину За 1600 Долларов На самом деле Нам и понравилась Эта семья Которая Приехали И женщина Которая Кстати Родилась В России Переехала В 5 лет С родителями В Калифорнию Вот Так что Маня Американца Маня Мишель Вот Я ему Сказал Как есть Говорю Ну Окей Первое С чего я начал Искать машины Когда мы приехали Говорю У меня Просто Нету Денег Больше Свободных То есть Я искал Машины От 1000 До 1500 Потому что После того Как мы Купим машину Нам нужно Потратить Еще примерно Долларов На то Чтобы зарегистрировать Ее На то Чтобы получить Права Получить номера Ну В общем На какие-то Такие Дополнительные Обязательные Дополнительные Расходы И Говорю Я очень Ограничен В бюджете Поэтому Извините Но у меня Вот есть Столько Сколько Есть Получается 2500 Он говорит Ну Давай За 2 Ну В итоге Мы дошли До 1600 И Вот За 1600 Долларов Мы Купили Эту Замечательную Машину Все Друзья Я Обязательно Расскажу Потому что Видео Скорее всего Получилось Достаточно Длинным Обязательно Расскажу О том Как выбирал Машину Я Может быть Расскажу А может Быть и нет Посмотрим Если это будет Темой Интересной Для отдельного Видео И мы Расскажем Как здесь Регистрировать Машину Процесс Покупки Занимает С Продавцом Ровно 2 Минуты Мы Получаем От него Так называемый Тайтл В котором Он пишет Свой адрес И свое имя Имя предыдущего Владельца И Пишет Что он В общем Вин номер И пишет Что он ее продает И на бумажке Отдельной Просто Составляется Договор Такой На коленке Я Такой-то Такой-то Продаю Такую-то Машину За такую-то Цену Такому-то Человеку И все Оба человека Ставят подпись И все Этой бумажки Достаточно для того Чтобы пойти И машину Регистрировать Мы Довольно Страшно Вроде все Все, друзья Подписывайтесь Подписывайтесь Ставьте лайки Да Если Комментируйте Спрашивайте Что вам интересно Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok